Йомиль Мустафин, тайпун, читает икра мухамедзяна. Дед Кузя давно приметил, что соседский мальчишка Шамиль защистил к нему на оконный двор. Он все крутился возле загона тайпуна, большого обозеленного на весь свет козла. А раньше старый конюх, может, и не обратил во внимание, а даже наоборот, радовался приходу парнишки. Но после того, как тайпун, вырвавшись из загона, изрядно помял двух прохожих, А начальник конного двора пренаротно отсчитал конюха и сказал, что в его хозяйстве бедолан дед Кузя не стал пускать посторонних. Теперь он взваливал на себя хомут со шлеей, вожжи и нес конюшню. Смешно выглядел он со стороны. Такие минуты его небольшая сухонькая фигура напоминала лесного гнома, тащившего в себе в домик дорогие вещи. А раньше конюх охотно дозволял ребятам распрыгать, Алашали носить сбрую конюшню. Бывало, Шамиль и его приятели Колька и Витька охотно помогали деду. Качали воду из колодца, разносили по яселям. Сено чистили стойло. А конюх в награду за это разрешал им поиграть с жеребятами. Покатиться, прокатиться верхом под вору на пивой семерной кобыле. Зорьки, на ее широкой, как лапка, спине легло. Легко вмещались все трое. Приятели охотно катились на лошади, потому что были уверены. Зорька попала на конный двор из цирка. Такой вывод мальчишки сделали после того, как увидели в кино цирк, где выступали лошади. У них были спины такие же широкие, как у Зорьки. Во своем решении, друзья, утвердились окончательно. Когда Витька однажды сделал еще одно открытие. Ребята, давайте хвост у Зорьки жиденький и короткий. Точь-тость, как обычно бывает у цирковых лошадей. Приятели охотно согласились, хотя и знали, отчего у Зорьки такой хвост. Колька, заятый рыболов, не развил из Зорькиного хвоста лески. Так было совсем недавно. А теперь носит вас тут. А мне обещать за все, бурщал дед Кузя, когда появлялся Шамиль. Стараясь предать голосу твердость, и в то же время как бы оправдываясь, конек говорил, Случится чего, меня драйд начнет. Нет уж, юнга, лучше подальше от греха. Дедушка, да чего не будет? Да ничего не будет, я же к тайпуну. Во-во, за него мне и попало, понимаешь? Козел во самоволке, о конях. Вадимите, где это видано. Дед Кузя сел на шурбан, на котором обычно кололись соль для лошади. Стряхнул с рукавов ватико-сенную шелуху. Он и любил свободные минуты посидеть на этом месте, как он говорил на юте, неторопливо покурить и рассуждать о жизни. Ребята липли к деду, как муки на мед, хотя коник держал себя с ними строго и не прощал им малейшей неряшливости? Стоило кому-нибудь не на тот гвоздь повесить хомут или забыть дугу на улице, как дед Кузя, зыркая голубыми голосами из-под выстиранных временем белесах из низ, необыкновенно молодым голосом спрашивал. А ну, юнги, кто из вас обмешулился? Отойди ко мне! Провинившийся, стремглав бежал к деду, как жеребенок к матке и тут же исправлял ошибку. Добро! Старик сменял гнев на милость и подкручивал и без того лихо торчащие белые усы. Ребята находили, что дед похож на шапая. Такого же роста, такой же быстрый, такие же усы, только вот седые. Сегодня дед Кузя, хоть и был не в дуке, но все же выслушал Шамиля. Так, значит, тайпуну пришел. Чем же другом тебя привлек? Не запрягать и решил. Голос конюха подобрел. С ним юнга хлопотно, нужен глаз да глаз, а у меня не всегда руки доходят. Понимаешь? Ну, что стоишь? Садись! Отошел! Обрадовался Шамиль, присел на краешку щурбака. Под конюха пахло. Клибером, лошадьми, с бруей. Шамиль не мог объяснить, почему он любил эти запахи. Так, что это вдруг тебя к тайпуну потянуло? Конюх обнял Шамиля за плечи. Если скажу правду, не осмеет ли? Вдруг начнет поприкать. Не думал, что ты такую глупость смообразишь. Ну, что прийти? Шамиль вздохнул, поднял с земли высохший бритоголовый адыванчик. Я, дедушка Кузя, тут с ребятами поспорил, сколько, он говорит, тайпуна боится весь тайше, а вот его бабушка не боится, говорит, она его за бороду таскала, как пьянчугу какого. У него, говорит, крови злой сидит, дай смерти ему быть таким. Конюх слушал внимательно, даже курить перестал. Шамиль хоть и знал, что дед Кузя умеет слушать ребят, как никто другой, однако, на всякий случай, метнул взгляд на деда, проверил произведенное впечатление. Дед нахмурился, морщины стали вещи, глаза незабудки точно утонули в них. Вот я и сказал, что он не правду говорит. И еще Шамиль засмеялся, еще обещал оседлать тайпуна. Только говорит, что его бабушке Бог во всем помогает. Да, Юнга, ты тут того, значит, не вовремя якоря отдал. Так я тебе скажу, по существу ты правильно поступил, правильно. Вы в принципе понимаешь, так и нужно. Выходит тайпун, верующий, боится, а нас с тобой нет. Только вот, Юнга, как с верховой ездой-то быть. Коня встал, прикурил потухшие папиросы и пошел в загону, где уже пятый день сидел, заперти тайкон. Услышав шаги, козел вышел из своего угла, отвехнулся и недовольно мотнул головой. «Но что, старина, злишься?» Заглядывая за изгородь, спросил конев и кинул на мальчишку. «То два дружи хотят с тобой». Тайпон спокойно прошелся по кругу и вдруг ударил рогами по изгороди. Женьки затрещали, прогнулись. Потом козел отошел чуть назад, пригнул голову к земле, будто прислушиваясь. «О чем говорят люди?» «Он, конечно, с характером», пояснил старый конюк Шамилю. «Но откуда ему?» «Недобрым-то быть?» «Сам подумай, каждый дразнит, все бегут как от чумного. И ты думаешь, что это не понимает?» «Смотри, как слушает. Кто пробовал лаской да добром, с небладей, никто, он только и слышит. Зверюга, окаянный счет! Где же ему быть после этого ангела? Он ведь все-таки животина!» Тайпуну нравился голос человека, который каждый день давал ему сено. Поэтому он совсем успокоился и, выбирая тоненькими губами в сене вкусные олимпийские цветов, заходил щенна по загону. «Не такой же он злюка!» подумал Шамиль, «А ты знаешь, что такое тайпун?» неожиданно спросил конев и лукаво посмотрел на мальчишку. Ветер такой, ураган большой. Недавно нам по географии объяснили, «Во-во-во, это страшная штука!» налетает он внезапно как черт из печки. Не поймешь тогда, где небо, где земля. Все перемешано, но юнга, есть у него и тихое место, называют его «Хайпунова око». «Вот скажем, найдешь корабль это око, считай семь футов воды под килем. Тишь и благодать! Вот у нашего тайпуна должно быть такое пятно. Непременно должно быть. Найдешь его, будет тебе наездником». «Дедушка, можно я ему сено дам?» попросил Шамиль. «Может, больно, смирно вел себя сейчас тайпун?» «Поспешишь, людей насмешишь, сынок, осторожно надо с ним». «Можно деда?» приставал Шамиль. Заранее представляя, как он скажет, кольки при всем классе. «А я тайпуна кормил с рук». «На вот!» Он вытащил из кармана черствый кусок хлеба, однако, подумав, отломил половину. Это напослед Шамиль взял хлеб и вошел к тайпуну. На всякий случай конюх оставил калитку приоткрытой. Разъел поднял голову и удивленно посмотрел на пришельца. Он не понимал, почему этот маленький человек вместо того, чтобы убегать, сам пришел к нему. «Хлеб, хлеб покажи!» услышал Шамиль сзади. Коня стояла рядом. «Баща!» «Бяща!» «Тайпун!» Едва слышно, говорил мальчишка. За изгранью все было проще и не так жутко. Сейчас, когда видно, как меняется цвет глаз тайпуна, как дрожат его бархатистые губы, все выглядело совсем иначе. Шамиль заметил, что вот тайпуна очень красивые, лучистые глаза, а рога в основании почти срослись, и еще белые словно начали сидеть. «Бяща!» «Бяща!» манил Шамиль тайпуна дрожащим голосом. Козел еще мгновение рассматривал незваного гостя и вдруг встал, на дыбой выгнал шею, дугой готовясь сокрушительному прыжку. Мальчишка побледнел, осекся на полуслобе. Козел и старан тайпуна уже ничем нельзя остановить. «Тайпун!» «Ошалел, что ли?» «Добра не понимаешь!» крикнул за спиной коню. Острые копыта тайпуна опустились перед самой грудью мальчишки. Жесткая борода козла почекотала лицо, козел круто повернулся, забелел и пошел в угол. Дед Кузя добродушно пробурчал след. «А это ты характерный какой!» и взяв из рук оторопевшего Шамиля хлеб пошел к тайпуну. «Угощайся, а то он принес!» Козел точно послушная собака, осторожно взял губами черствый кусок хлеба. Дед Кузя еще пожурил козла, будто он все понимал и почесал его замеченным, похожим на кленовый лист уха. Шамиль смотрел и не верил своим глазам. Тайпун, которого боялся весь Тайшет стоял перед дедом как кроткий теленок. Расскажи он ребятам обо всем этом скажут враги. Когда вышли из загона, Шамиль окончательно пришел в себя и огорченно сказал, «Видно зря дед Кузя, я похвастался перед Колькой, не получится у меня дружба с Тайфуном и тут же с завистью спросил, а почему он слушает тебя? Вот мне так! Я же говорил тебе, каждая животина ласку любит, доброе отношение, но и строгость нужна. Я тебе скажу, прямо и обязательно, Шамиль знал деда Кузю с того дня, как помнил себя, и почему то твердо верил, что старый конюх всегда жил возле лошадей. Дома Шамиль захлеб рассказывал матери, а деде Кузя как вдруг мать выприкнула его, кто же это ты, сынок, с дедом Кузя будешь дружбу, а его вовсе не знаешь, не хорошо. А не говорил он, как партизаном сражался, у самого бича в отряде воевал, такой храбрый был, семью его колчаковцы повешили, на эстакаде повесили, он же геройский моряк, полный кавалер, с японцами воевал, мать похлопала сына по спине еще раз упрекнула, уметь видеть надо, сынок, хороших людей, ты уже большой, понимать должен, добрый человек, что золото стыдится своего блеска и не лезет на глаза, такие люди всегда совестливые. Субтитры Субтитры Субтитры